Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Ну, наверное, самая сложная задача по химио-лучевой терапии, рака шейки матки, учитывая, сколько здесь было дебатов по хирургическому лечению, по химиотерапии в ее различных аспектах. Конечно же, на сегодняшний день мы должны говорить, ну, наверное, в общем-то, по статистике все знают, статистику говорить, про статистику не стоит, но вы посмотрите, какой прирост за 10 лет рака шейки матки. 24 процента, из них были почти 55 процентов, это вторая, третья стадия. Это очень много. Почему? Потому что бороться со второй, с третьей стадией достаточно сложно. Это не первая стадия, которая легко поддается лечению. Ну и, разумеется, возраст молодых до 35 лет, 46 процентов. Это очень высокие цифры, которых не было даже 5 лет назад. На сегодняшний день мы уже наблюдаем эти цифры. Что, оказывается, ну вот теперь давайте, что мы можем, как мы можем лечить. Вернемся мы к рекомендациям, которые существуют. Мы сейчас все работаем у вас с вами вместе в рамках страховой медицины. А страховая медицина требует соблюдения определенных норм и правил по соблюдению рекомендации. Рекомендации. Если вы посмотрите на вот эти рекомендации, когда возможно проведение лучевой терапии? При первой А стадии. Имеется только в русско. Ой, извините, пожалуйста. Имеется только в русско. И дальше, значит, имеется в Минздравских рекомендациях. Обратите на это внимание. По показаниям. Дальше, начиная с первой В1. 1 у нас идет или лучевая терапия, или химиолучевая терапия. Но оговаривается, что в русско, что в Минздравских рекомендациях. Высокий риск – это химиолучевая терапия. Промежуточный риск – это лучевая терапия, адювантная. А низкий риск, возможно, и лучевая, и химиотерапия. Помимо радикальных операций. Я не буду сейчас останавливаться на хирургическом лечении, потому что до меня очень многие останавливались на этом вопросе. А вот со второй В-стадии, и далее мы с вами просматриваем, здесь вопрос идет о химиолучевой терапии, которая может использоваться в самостоятельном варианте. Мы говорили здесь о неодевантной химиотерапии. Да, она показана. И показана она, обратите внимание, на первая 1, В2. Она возможна на основе препаратов платины. Господи, где гонюк? На основе препаратов платины. С последующей экстерпацией матки третьего типа. То есть неодевантная химиотерапия, она имеет право на жизнь, но практически нигде не указано про одевантную химиотерапию. Конечно же, каждый раз нам приходится вносить определенные креативы. Обратите внимание, насколько изменились показания, не показания, а стадирования, с принятием последней классификации 2018 года ОФИГО. Во-первых, исчезло горизонтальное распределение и распространение. Мы не имеем права теперь его учитывать при первой А-стадии. Дальше, первая Б-стадия делится на три подстадии. И это надо учитывать. И третья С-стадия на сегодняшний день должна быть обязательно указана, каким образом она поставлена. Имеются лимфоузлы на основе клинической визуализации или же на основе гистологического материала. Эти новые, вот именно вот это новое стадирование, оно, конечно же, попросит нас изменить и свои отношения к схемам лечения рака шейки матки с учетом распространенности процесса. И думаю, что над этим будут работать последующие рабочие группы, которые создаст новые рекомендации к 2020 году. Как вы знаете, все методические рекомендации меняются каждые три года. Ну теперь по лечению химиотерапии, использованию схем химиотерапии. По неодевантной химиотерапии мы с вами прослушали очень много. И действительно она эффективно работает в одном или в двух курсах. Она дает преимущество в лечении распространенного рака шейки матки с последующей лучевой терапией. Одномоментная химия лучевая – это стандарт, от которого мы уже отойти не можем. А вот по адювантной химиотерапии здесь еще очень много вопросов. И думаю, они должны, в общем-то, каким-то образом решаться не только нашими исследователями, но и по каким-то еще и заключительным рандомизированным исследованиям. Мы попробовали проанализировать все эти результаты и посмотреть, обратите внимание, да, использование химиотерапии, одномоментная химиотерапия. Что она дает? Безрецидивную выживаемость на 16%. Независимо от того, какой вы препарат платины используете. И эффективность ее повышается при стадии заболевания. Но наши отечественные авторы, Елена Григорьевна, вы говорите, мы не ссылаемся. Пожалуйста, наши отечественные авторы. Если Кравиц показывает, что на 8% за первые два года, то у Крилина Юлии Михайловны нет никаких различий. Использовали они химиотерапию или не использовали химиотерапию. А последовательное неодевантное химиолучевое лечение тоже достаточно противоречивые данные. Если неодевантная химиотерапия плюс сочетанно-лучевая терапия по сравнению с чисто сочетанно-лучевой терапией дает общую выживаемость повышения на 7% по ряду авторов, но другие авторы указывают, что необходимо учитывать еще объем опухоли, метастазы в лимфоузлы. Причем объем опухоли должен быть не более 30, и тогда мы сможем оценить эффективность химиотерапии. Если используется химиотерапия в неодевантном курсе сочетанной против химиолучевой терапии, то в 2007 году работа показала, что нет никаких различий. А вот в 2015 мы получили различие безрецидивной выживаемости в нашей станции целых и пять десятых в работе автора. Вы извините, плохо отсюда видно, поэтому я. Почему такие различия? Мы пытались, в общем-то, выяснить для себя. Получается, что неоднородность основных или контрольных групп у автора, начиная с первой по четвертую стадию. Различные схемы и режимы химиотерапии. Используется комбинированное лечение или не используется? В каком объеме проходит комбинированное лечение? Какая радикальность этого комбинированного лечения? И нет информации практически о методах лучевой терапии. Но на сегодняшний день у нас все равно является стандартом химиолучевая терапия местно распространенных форм рака шейки матки. Потому что было проведено пять больших крупных исследований, которые показали эффективность именно использования препаратов платины на фоне лучевой терапии. Я думаю, что прежде чем назначать лечение какое-либо, неодевантную химиотерапию, одномоментную химиотерапию, или же последующую, или одевантную химиотерапию, то мы должны обязательно учитывать вот эту модель четырех факторов, которая позволяет нам размер опухоли учитывать, глубину инвазию строму лимфоменозное метастазирование, гистологические формы. Эти вещи должны лежать в основе того, что мы должны подходить индивидуально и персонифицированно к лечению каждого случая рака шейки матки. Но на что я хочу обратить внимание всех? На вирус папиллома человека, высокого карцерогенного фактора. Почему? Да потому что связано с нарушением контроля пролиферации и апоптотической гибели. В любом случае. И сейчас идут очень большие дискуссии и научные исследования по этим патологическим факторам именно вируса папиллома человека в развитии рака шейки матки. Что касается принципов проведения лучевой терапии. В одевантном режиме ее проводите, вернее в самостоятельном режиме или с химией лучевой терапии. Вы должны, конечно же, иметь возможность индивидуализировать все физико-дозиметрические и радиобиологические основы планирования с использованием как традиционных и так и нетрадиционных методов облучения и с учетом, конечно же, в общем-то анатоматопографического соотношения опухолей и соседних органов. Однако суммарные дозы у вас должны быть не менее 80 грей. При небольших объемах опухолей эти дозы можно доводить до 90 грей. Почему? Потому что практически во всех сейчас центрах стоят аппараты с комфортной лучевой терапией. А вот время проведения больше 55 дней оно нереально. Почему? Потому что ухудшается эффект от проводимой лучевой терапии. Есть у нас возможности расширять полеоблучение. Помните, на одном из слайдов была бутылочка такая, когда, в общем-то, включалось облучение параортальных зон. Так вот, как раз это и можно использовать. Но дозы в данном случае на параортальные лимфоузы превышать свыше 45 грей нельзя. Причем надо перекрывать еще костный мозг. По клиническим рекомендациям Минздрава, которого мы должны придерживаться, планирование по КТ изображениям, если у вас нет МРТ. Конечно, на сегодняшний день мы все считаем, что МРТ гораздо лучше дает нам отображение. Почему? Потому что на МРТ более четкие границы мягких тканей. И, конечно же, желательно использовать МРТ-топометрию. Комфортная лучевая терапия. Она идет в традиционном режиме, но дозы, вы обратите внимание, 46-50 грей при комфортной лучевой терапии. При планировании микроскопическая опухолевая инфильтрация должна учитываться, то есть размеры полей облучения должны учитывать эту инфильтрацию. Региональные лимфатические узлы, характерные для шейки матки, и их местоположение должно учитываться, да. И, соответственно, границы отступа должны проходить на 15-20 мм. Ну, соответственно, органы риска. Что касается... Вот я для примера приведу вам возможности проведения комфортной лучевой терапии на линейном ускорителе ШЕФМЕ в статическом режиме с двух встречных полей. Вы можете использовать два встречных поля или четыре бустом, боксом проводите, или же с четырех встречных полей на зону регионального метастазирования. Таким образом, вы сумеете подвести суммарные дозы, которые, в общем-то, обуславливают нам эти методические рекомендации Минздрава. Внутри полостная лучевая терапия. Наверное, наиболее сложный момент для многих здесь сидящих, но... 2D изображение. Это стандартные точки отсчета. Точка А – это перекрестный мочеточник осваточной артерии. Точки Б – параметральной области, мочевой пузырь, прямая кишка. От этих точек мы никуда не можем отойти. Они как зарегистрированы в МКРН под номером 38, так они и идут. Но если у вас есть 3D-планирование, конечно же, вы должны в этом случае учитывать клинический объем мишени, клинический объем опухоли, зоны высокого риска и местного метастазирования. И кроме того, многие забывают, что необходимо делать отступ по 5 мм в сторону мочевого пузыря прямой кишки и по 10 мм в сторону полости матки, а 15 мм в сторону параметральной клетчатки. И в результате у вас остается великолепнейшая зона покрытия, которая, в общем-то, охватывает у вас все точки, необходимые для облучения. Однако, учитывая сейчас, в общем-то, возможности комфортной лучевой терапии, нужно четко понимать, что мы можем навредить, вызвать изменения со стороны мочевого пузыря или прямой кишки, или сигмовидной кишки, что толерантность этих органов, она была, есть и будет, лежит в пределах где-то 60-70 грей. Но зато при оценке на мы теперь переходим к новым единицам измерения, которые эквиваленты традиционному режиму фракционирования по 2 грея 5 раз в неделю, это единицы FQD2. Если кто-то давно занимается лучевой терапией, то отлично помнишь, что раньше мы пересчитывали ВДФ, потом КРЭ, а теперь мы должны перейти на новые единицы. И эти единицы позволяют сравнить различные режимы фракционирования, и, соответственно, для комфорной лучевой терапии повышаются пределы допустимых доз на критические органы. на 10 грей больше, чем мы использовали при конвенциальных или стандартных методиках. Ну и теперь позвольте представить наш материал. 375 больных, вторая и третья стадия заболевания. Достаточно большой материал, где мы проводили, разделили их на 3 группы. Сочетана лучевая терапия в традиционном режиме, когда FQD2 составляет 62,5. Вторая группа, где мы использовали цисплатин и 5-туррацил с перерывом в 21 день и дальше сочетана лучевая терапия. И последовательно химиолучевая терапия третья группа, где использовался цисплатин и топотекан. Почему мы пришли к топотекану? Наверное, единственный препарат, который содержит в себе гипоксидуцированный фактор и вызывает более высокое повреждение, в общем-то, опухолевых тканей, чем остальные препараты. Клиническая характеристика. Конечно, наибольший процент пациентов был в возрасте 30-44 лет. Стадия заболевания практически идентична, что вторая, что третья стадия, но можно сказать, что больше третья стадия. По форме роста. Группы не различались статистически, они были однородные. По объемам опухоли шейки матки. Объемы практически, вот для... Они были в основном более 25-26 кубических сантиметров. Параметральная инфильтрация. Тоже практически одинаковая и достоверных различий мы не видели между группами. Статус лимфоузлов. Позитивные. Гораздо больше были при третьей стадии, в первой группе. И получается 75 где-то процентов. Что мы имеем на выходе? По непосредственным результатам. Полная регрессия. Очень хорошая. 75% мы получили в группе. Первое. Дальше что? По общей выживаемости мы не получили никаких различий в зависимости от того, какой мы метод использовали. Химиотерапию с различными химиопрепаратами или же сочетанно-лучевую терапию. Но идем дальше и смотрим. По второй стадии мы получили достаточно высокие результаты лечения. И получается, что сочетанно-лучевая терапия дала при второй стадии 79%. А вот неодевантная химиотерапия предшествующая сочетанно-лучевой терапией она дала 87%. При третьей стадии тоже достаточно высокие результаты 66%. Но эти различия статистически недостоверны. Но высокие показатели, то есть возможность использования как неодевантной химиотерапии, так и химио-лучевая терапия позволяет нам получить хорошие результаты лечения. Экзофитная смешанная форма. Что лучше? Ну, в общем-то сказать, что лучше, наверное, лучше при смешанной форме использовать неодевантную химиотерапию. Это наши данные. Я не говорю о других данных, я говорю о своих данных. Что здесь получается, что при смешанной форме мы получили достаточно хорошие результаты. Что касается объема опухоли. Здесь тоже по объему опухоли мы получаем при неодевантной химиотерапии гораздо лучшие результаты. По клиническим группам. Что бы мне хотелось сказать. При третьей B стадии неодевантная химиотерапия тоже дает очень хорошие результаты. Где-то под 88% при двухсторонних метастазах лимфоузлы. Понятно, что на сегодняшний день эти группы достаточно небольшие, и то, что мы имеем, то мы имеем. И я не могу, в общем-то, пересчитать статистика и статистика, тут уже ничего не скажешь. Ну и последний момент, на что бы я хотела сказать, что как бы мы ни хотели, но мы должны еще, помимо всего прочего, и первые работы, наверное, были у Ларисы Александровны Коломец, когда она показала, насколько агрессивные бывают вирусы папиллома человека у женщин с раком шейки матки. И вот на сегодняшний день, я думаю, что дальнейшим этапом одним из прогностических факторов изучения это будет вирус папиллома человека, высокого канцерогенного риска, который блокирует нам белки Е6 и Е7 и не позволяет восстанавливаться в нормальной здоровой клетке. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, вопрос 1-2, Людмиле Ивановне, пожалуйста. Людмила Ивановна, вот у меня такой вопрос. Вы знаете, ну, конечно, мы пользуемся вот в основном теми рекомендациями, рандомизированными исследованиями, зарубежными, но ведь российский опыт очень большой, пора решать. С вашей точки зрения, и неплохие результаты, с вашей точки зрения, вот что нужно сделать, чтобы, ну, хотя бы по какой-то одной стадии привести, ну, или рандомизированные исследования, или вот ваши мысли в этом плане? Я думаю, что надо рабочей группе собраться со всех центров и выработать определенную тактику хотя бы по одной стадии, по второй бы стадии, или просто взять вторую стадию, по второй стадии определить параметры, по каким можно проводить рандомизированные исследования. Тем более, что я думаю, многие работают по международным каким-то исследованиям, и примерно они знают, какие позиции надо выставлять для того, чтобы был отбор этих больных. А в международных исследованиях это четко определено, какой возраст берется, какая стадия берется, какая длительность наблюдения, какие параметры лекарственной терапии, лучевого, хирургического лечения. Поэтому я думаю, что рабочая группа должна, в общем-то, инициировать это именно исследование и в каком оно будет параметре. Или, может быть, сейчас действительно очень хорошие данные идут по эмболизации, по химиотерапии с использованием именно эмболов. Они хорошие данные идут, учитывая данные, которые идут в Герцена, которые в нашем институте, в общем-то, начинают работать. То, что представляла профессор Кедрова. Надо думать об этих вещах, надо персонализировать, но для того, чтобы к чему-то подойти и выставлять свои результаты, необходимо обязательно сделать большое, хотя бы одно исследование на все центры, занимающиеся именно методом лечения, различными методами лечения шейки матки или тела матки. Но думаю, что шейка матки на сегодняшний день это наиболее актуальная проблема по сравнению с телом матки. Спасибо, Людмила Ивановна. Да, пожалуйста. Вы знаете, наверное, в общем-то, в начальных стадиях протонная терапия она и будет хорошо, потому что на сегодняшний день нет такого развития большого и возможностей даже устройств каких-то определенных для протонной терапии. Для метастазов я бы сказала, что да, особенно если это рецидивные метастазы, метастазы какие-то в паховых лимпоузлах или отдельные кожные там метастазы возникают при шейке матки, тоже мы встречаемся с такими вещами. Но чисто для самой шейки матки нет еще приспособлений и устройств для этого. Хотя я так где-то, в общем-то, встречала одну статью корейских, нет, китайских, да, Китай кто-то, в общем-то, они пытались что-то сделать по протонной терапии при шейке матки. Я сейчас не могу сказать, я ее как-то так пропустила мимо и все. Субтитры создавал DimaTorzok